Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклух Маклай. Сегодня хочу вас на следующий минут пять пригласить в мир вашего детства. Дело в том, что я приехал в музей Автолегенда, он находится в Липецке. Здесь хозяин мой хороший товарищ. Часть вещей сюда приношу я и сейчас нахожусь в зале, где собраны советские детские игрушки. Есть здесь практически все, что можно себе представить и то, что представить себе нельзя. Так что давайте сейчас немножко посмотрим, если он пришел с сыном сюда, вот он пока будет играть. Мы тут сразу приятное и полезное объединим в одном деле. Я вам и игрушки покажу и сын тоже вот немножко поразвлекается. Так, с чего начнем, Марк, с чего начнем? С оружия, давайте начнем с оружия. Любимое развлечение всех детей это пистолеты. Тебе какой нравится? Автоматы только. Так, мне если честно, у меня был, во-первых, вот такой у меня был на пистонах, он тут открывается. Сюда пистоны заряжаешь и... А, надо не работать. В тот раз сюда пришел, кстати, с удивлением вот такой Люгер обнаружил. Я такого не помню. Это немецкий пистолет Люгер Парабеллу. Маленький, да. Вот мой пистолет, вот прям вот мой самый любимый, это вот этот железненький. Давайте покажу. Ай-ай-ай. Да, тут, кстати, нам можно все доказать. Катана. Катана. Держи. Как тебе? Ну, он ничего не делает, он... Сам ты скучный, еще как дам в лоб. Это не катана, это сабля. Вот так, кстати. Прикольно. Мы решили вот что сделать, реакция сына на мои игрушки 30 лет спустя. Смотри, Марк, я тебе сейчас хочу показать самую вот классную игрушку. Тебе нравится эта? Чудовищно. Такая в страшном сне приснится. Так, что тебе показать, интересно? Давай я буду тебе показывать игрушки, а ты мне будешь говорить, для чего это. Вот смотри. О, телескоп. Где телескоп? Вот. Это не телескоп. Я забываю. Что это такое? Ой. Вау. Надо на солнце смотреть или на окно? Вау. Калейдоскоп? Ага. Ну, тихо, это не крути, то стекло в глаз высыпется. Крути. Надо саму вот так крутить трубу. Да? Да, крути. Да нет еще. Такой же красавец. Должен пересыпаться. Так, смотрю. А красиво. Или вот так пошевели. Так, смотрим, что у нас здесь. Такие вот игрушки. О, смотри, вот это что? Это коллекционировать монетки. Коллекционировать монетки. Это монетница. Ее брали в автобус. Например, у тебя в кармашке такая лежала, и чтобы не путаться, ты раз-раз расплатился. Сразу знаешь, где монетка лежит. А что, картами нельзя было? Кого? Картами. Картами? Ну, сложно было картами. Банкоматов не было, Марк, тогда. Картами нельзя было. Так, что еще? Подожди, туда потом пойдем. Смотрите, тут есть пластинки детские. Вот это вот, кстати, я приносил. Вот это азбука Морзе. Это я принес. Ее на помойке нашел. Азбука Морзе? А ты что, Морз? Да, можно с кем-то вот так. Я земля, я нас сияю. Смотрите, она, возможно, даже рабочая вот эта вот штучка. Вот на таких микропластинах. Такую я в жизни никогда не видел. Это мы так застрянем тут. На самом деле, очень долго будем все смотреть. Это еще такое. Я знаю, только... Это компуктерная игра. Я помню, только если честно, первая игра. Я помню, когда волк собирает яйца. Волк собирает яйца. Ты знаешь, что такое игру? А, помнишь, мы ее где-то покупал на барахолке. Да-да-да-да. Во, у меня еще, кстати, вот такая вот штука была. Иди, смотри. Такой вот мой любимый был. А, ты решил покататься. Окей, так, давай, я пока дальше буду показывать. Будем смотреть, что у нас здесь, друзья. Такие вот игрушки. Вы можете говорить, там, вот у меня была такая. У меня бы... О, у меня тут точно была такая. Я, кстати, забыл, что они такие штуки. У меня вот такой вот на песочнице лежал. Такая вот штука. Юла. Я знаю, это это... Кто? Это этот... Снеговик из Барбоскиных, который... Помнишь? Снеговик из Барбоскиных? Да. Ну, у кого какие ассоциации? Я вот... Мини-пианинка. Мини-пианинка. Давайте звуки из детства, друзья, сейчас мы вам изобразим. Давай. Опа. Поиграть. Ну? Да просто. Кайф. Кого такая была? Ну, побольше пианинка, видите? Форма школьная. Марк, мы в такой форме в школу ходили. Ты сейчас в чем ходишь? В галстуке? Где 3377? А, это какие-то тягачи. Ну, это такие. У меня таких точно не было. Это типа жестяные автобусы. Это прям что-то совсем серьезное. Так, здесь мягкие игрушки. Тоже, на самом деле, вот так вот посмотреть в лица этим куклам, ну, так страшноватенько, я бы сказал. Да, в детстве себе не спалил. Да, в детстве себе не спалил. Вот это вот крутые штуки. Вот эта пушка крутая, на самом деле. Она дорого сейчас стоит. И вон тот танк вообще предельно. Там 25 тысяч вот тот танк стоит. Он, кстати, здесь прям нулевый стреляет. Я думаю, да, большинство тоже такие были. Все время всем показываю. Да, с вот этой. Так, тут надо закрыть, кстати. Короче, друзья, как вам музейчик вообще, скажите? А где солдатики? Ты не видел? А, вон. Вот. Вот это твоя жизнь. Вот это. Не, кстати, мне эти не нравились. Эти дурацкие солдатики, вот эти плоские. Алюминиевые или какие они там. Я такие не любил. Мне нравились индейцы, ковбойцы. Мне вот такой вот нравился. А тут их, кстати, нет у него в коллекции. Для девочек швейной машинки. Так, вот, прикольно. Вот эти вот штуковины сейчас тоже дорого стоят. Сейчас мы откроем. Подождите. Блин, ну. До нескольких тысяч, на самом деле. Что-то вот это не могу открыть. Тут прям целая коллекция их. Они обычно такие развалины. Разваленные валялись. Какая? Вот так? Да, прикольно. Вот такие пушечки. Вот таковы. Остались у кого-нибудь, друзья, игрушки с детства. Такая вот была прям точно. Мне кажется, сейчас где-то валяется. А может быть, я, кстати, ее сюда и принес. Возможно. Возможно. У тебя дома есть большой БТР. У тебя дома большой БТР есть? Да. А, да, кстати, Марина дарила. Точняк. Ну, типа такого. Ага. Так, тут у нас, смотрите, модели машинок. Ну, это, я так понимаю, типа современные. В общем, запорожцы и прочее. Мне, кстати, вот, ну, так вот классно на них посмотреть, но какой-то ностальгии не вызывает. Больше ностальгии вызывает вот такие вот штуковины. Где зайцы-волка? А что? А, вон, ну, погоди, санки, ну, погоди. Да, кстати, тут еще, видите, поверх большие вещи, до которых не дотянуться. Здесь лошадка вот такая вот у меня была. Вон наверху. Она не катался, я. Мы ее, дедушка, в голове просверлил дырку, и я там монетки собирал. По рублю мне давали. И я собирал все детство по рублю. А потом странно окончилось, где нужны были эти рубли. И ничего, я себе не... А, кровать, по-моему, какую-то купить успел. Что-то в этом роде. Такая вот, друзья, у нас сегодня передачка. Тут, на самом деле, можно часами залипать, все рассматривать. Он как-то, в общем, попытался вам показать. Напишите в комментариях, что у вас было, что нет. Вот к этой витрине, по-моему, еще не подходил. Здесь машинки всякие тоже. Напишите, остались ли у вас игрушки Советского Союза. Мы вот с сыном сюда иногда приходим. Он играет в игрушки моего детства. Вроде нравится. Но еще ему, конечно, нравится на машину смотреть. Пожалуйста, давайте я вам покажу. Здесь вот так все. Здесь выходишь, и вот там машины стоят. Видите? Все эти лимузины. А тут, кстати, еще игровые автоматы из СССР есть. Вот это ружье, кстати, я сюда привозил. Вот. И всякие штуки. Но мы когда-нибудь договоримся, чтобы нам это все подключили, запустили. Попробуем поиграть. Вот. А так будете в Липецке, приезжайте в музей автолегенда. Это морской бой. Вот. Тут, кстати, сейчас нет никого. Только по выходным экскурсии проходят. Вот тут. Тут еще. Во тьме вас вожу ночью. Это, знаете, мечта ребенка. Зайти ночью в музей игрушек. Вот у меня у сына мечта исполняется. Так. Миклух Макфлай, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Приезжайте в гости. Подписывайтесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok